Без путинизма и популизма. Так называется резонансная статья основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, которую он опубликовал у себя на сайте в субботу. Вот такой его ответ на политическую ситуацию в России и возросшую протестную активность. Именно Навальный и его политика подвергаются в статье жесткой критики. По сути, Навальный представляется как главное такое препятствие на пути России к прекрасному демократическому будущему. Явлинский прямо обвиняет политиков в популизме и национализме, в разжигании социальной розни и корыстных интересах в политической борьбе. Вот если бы у Владимира Путина было бы чуть получше с вокальными способностями, он, вероятно, снова сел бы к роялю и, глядя в портрет Явлинского, спел бы «Ваши слюни пахнут яблоком». Конечно, вылизывание сандалий фараону – это очень важная процедура, но зачем оставлять на них столько слюней? Он был бы прав. И вот мы говорим действительно о бедняжке Явлинском и о том, что его судьба решалась и мечта попасть в следующую Думу, снова встроиться в цикл полумиллионной зарплаты, оказались настолько сильны всемогущи, что он совершил этот публичный акт, публичные гименопластики. И получилось, надо сказать, у него не очень изящно. Неловкость, по-моему, испытывали даже вот эти хирурги из администрации президента, которые привезли несколько плев политической девственности на выбор. Явлинский выбрал перламутровую в горошек. И, сдерживая рыдание, он совершил вот это публичное восстановление политической девственности, прилепил себе перламутрового цвета и думал, что вот повязав еще на кудри бант, он сможет снова в припрыжку, прикинувшись политической девочкой, пробраться на насиженное думское кресло. Вообще, конечно, надо сказать, что Явлинский демонстрирует какую-то феноменальную наивность. Уж ему ли не знать, как Кремль умеет кидать и как, разочек попользовавшись, он уже потом не вспоминает ни о каких заслугах. Потому что Явлинского раскрутили на пасквиль, на сидящего в тюрьме, обездвиженного, с заткнутым ртом, не имеющего возможности ответить человека. Я имею в виду на пасквиль про Навального. И к Навальному, конечно, можно относиться сколь угодно критично, но сейчас он в застенках, что автоматически гарантирует ему, в общем, больше, чем неприкосновенность. И любой выпад автоматически приравнивается к избиению ногой в лицо парализованного. До какой степени этот экзерсис украшает Явлинского, я не понимаю. И понимаю только, что яблоко достигло точки пюре. И что его партия несчастна.